Друзья, данные, которыми я сегодня с вами хочу поделиться, на мой взгляд, просто феноменальные. Посмотрите на эти два графика. Голубой график – это график цены, желтый график – это некая метрика, о которой мы поговорим позднее. Как вы видите, пики этой метрики у уровня равного единице практически идеально совпадают с локальными максимумами и минимумами цены биткоина. Чуть позднее расскажу о том, на чем основаны эти данные, но они имеют фундаментальную основу и абсолютно логичные с точки зрения функционирования рынка. Так вот, уже долгое время мы с вами обсуждали данные, которые можно получить с помощью анализа блокчейн биткоина, а именно транзакций в зависимости от цены, от времени, от их объема и так далее. Скажем, мы говорили о таких вещах, как MVRV, который указывает на глобальные минимумы, реализованная капитализация, дельта капитализация, средняя капитализация – все они в какой-то мере предсказывают ценообразование и отражают то, как цена себя ведет в глобальном масштабе. Конечно, мы говорили и о сигнале NVT, и о так называемой скорости биткоина. И надо сказать, что все эти данные единогласно утверждают, что дно у нас было в декабре 2018 года. И уже неоднократно я упоминал господина Рената Ширакаши, который в Твиттере публикует свои обновления ончейн-анализа данных блокчейн биткоина. В частности, вот скажем, в середине января он публиковал вот подобный график, который еще был не достроен до конца. Тем не менее, это инвертированный NVT-сигнал, где он показывал сходность того, как он вел себя в 2015 году, по вот этим максимум и минимум, и того, как он вел себя в 2018-2019 году. И уже тогда, в январе, это выглядело очень и очень убедительно, и я тоже в свое время делал видео на эту тему. Говоря, ребята, смотрите, дно было данный блокчейн, об этом свидетельствует лучшего подтверждения, чем это, у нас нет. Даже технический анализ не дает нам более надежной картины. И впоследствии, кстати, оказалось, что он прав, действительно, вот этот вот паттерн себя отработал. И совершенно недавно Рената Ширакаши представил новую метрику, анализирующую движение капитала с использованием данных блокчейна. И называется она Sopr. Это то, что как раз я вам показывал в начале видео. На мой взгляд, это самое лучшее, что можно выделить из всего того, что было представлено в данной области до сих пор. И лично я собираюсь вот эту штуку торговать в дальнейшем, потому что отрабатывает она себя практически на 100%. Так вот, Sopr – это Spent Output Profit Ratio, то есть, по сути, отношение вашей прибыли к затратам. И он действительно очень простой, но очень элегантный и до простоты гениальный индикатор. Рассчитывается он с использованием UTXO, то есть выходов транзакций. А именно, если, скажем, вы имеете какой-нибудь объем биткоина, который был сгенерирован или перемещен с одного адреса на другой, у этого объема биткоинов есть, конечно, какая-то цена в долларах. Потом он находится какое-то время на этом самом адресе и потом переводится на другой адрес. То есть, таким образом, изначальная цена – это цена образования биткоина, а вторая цена – это цена его реализации. И, по сути, вот этот самый Sopr – это отношение цены продажи к цене покупки. И, естественно, когда Sopr больше единицы, это означает, что те, кто покупает биткоин, они имеют прибыль. Если Sopr меньше единицы, то, естественно, они имеют убыток. Так вот, как отмечает Рената Ширакаши, во-первых, люди в большинстве своем чувствуют куда более комфортно себя, продавая в прибыль, как отмечает Дэниел Каннеман на Нобелевский лауреат 2002 года. И на бычьем рынке, когда Sopr падает ниже единицы, то есть вот в этом вот диапазоне, людям приходится закрываться в минус, чего они не хотят делать. И, таким образом, предложение становится меньше, и это оказывает положительное влияние на цену, то есть продавливает ее вверх. В то же самое время на медвежьем рынке, те, кто купил, соответственно, раньше, они хотят закрыться хотя бы в ноль, ну или продать в минимальный минус. Таким образом, вот примерно в такой ситуации, когда Sopr становится равным единице или чуть больше единице, люди начинают больше продавать, и предложение вырастает, цена, соответственно, падает. Вот таким вот образом. И, по сути, вот это вот просто гениально. Это означает, что вот эта метрика Sopr, она влияет, по сути, на изменение цены. То есть это не дериватив цены, то есть это то состояние рынка, следствием которого является изменение цены, что просто стоит абсолютно отдельно от всех тех индикаторов технического анализа и прочих данных, которые мы с вами смотрели раньше. Ну и если посмотреть на глобальную картину, вот просто взгляните, вот это вот был медвежий рынок, вот уровень единицы желтой линии Sopr, вот цена голубая, да? Вот локальный максимум. Sopr подходит к единице. После этого цена падает. Снова начинает расти. Sopr подходит к единице. Цена падает. Снова начинает расти. Sopr подходит к единице. Цена падает. Затем период накопления сменяется периодом роста. И, соответственно, те, кто накупил, успел купить здесь и начинает покупать по мере этого роста, получают прибыль. Это бычий рынок. И таким образом Sopr меняет свою фазу на состояние выше единицы. И здесь уже минимум цены соответствует уровню Sopr, равному единице. Смотрите, минимум цены Sopr у единицы. Сразу отскок. Sopr у единицы еще раз. Минимум цены. Еще раз у единицы. Минимум цены. И еще, и еще, и еще, и еще раз. Технически вы также можете увидеть, что и минимумы значения Sopr, скажем, на медвежьем рынке соответствовали минимуму значения цены на медвежьем рынке. И максимумы тоже, в принципе, с ним совпадали. Но так как это некое относительное значение, а единица это конкретный уровень, от которого можно торговать, то вот эта корреляция является наиболее надежной. И вот посмотрите, что было здесь. Вот в этой зеленой зоне, начиная с конца 2018 года, Sopr у нас подошел к единице снизу после вот этого периода нестабильности. И цена обвалилась после этого. В настоящий момент у нас произошел разворот тренда по Sopr примерно так же, как он был вот здесь. То есть сейчас Sopr находится выше единицы, что по сути означает, что мы на бычьем рынке. Вот такой вот апдейт был от Рината Ширакаши совсем недавно, когда Sopr подходил к уровню, равному единице, а цена биткоина упала вот на том новостном фоне, связанном с тезером. После этого посмотрите, что произошло. Sopr ушел чуть-чуть ниже этого уровня и пошел разворачиваться. Цена после этого выросла. К сожалению, эти данные вы не можете построить на TradingView. Господин Ширакаши вроде бы обещал устроить веб-сайт, где будет обновлять эту метрику. Но пока мы ее ждем. Думаю, что в настоящий момент, когда цена выросла, Sopr опять находится выше единицы. Друзья, подытоживая, на мой взгляд, это один из самых мощных индикаторов, которые есть сейчас на рынке биткоина. И лично я даже подумаю о том, чтобы посчитать его самостоятельно, иметь его в доступе и торговать биткоин от вот этих вот параметров. Поделитесь со своими друзьями. Я думаю, что эти данные достаточно важны и полезны. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok